Спадар Павел, сегодня на свободе застался и у Беларуси, застался только один сябрак Координационной Рады. Скажите, коль ласка, ци Координационная Рада, ци Президуум Координационной Рады, з'являются зараз деючим органом, ци нечто Президуум робить и в уголе Координационной Рады, ци не заблоковали ее деятельность Улады? Не, абсолютно. Зразумело, что Улада ставила на мытье ликвидовать Координационный Совет, заборонить его деятельность на территории Беларуси, демонтировать членов Координационного Совета, де организовать его работу. И эти все заходы были сделаны, зразумело, вельми мощно, вельми агрессивно, для того, как привести до этого вынеку. Уладам это не удалось сделать. Координационный Совет протягивает свою работу. У нас трех узровневая структура. На чале находится Президуум Координационного Совета. Так, саправды, нажаль, только Светлана Алексеевич, но и еще Сергей Дылевский вчерашнего дня знаходятся на свободе и знаходятся в Беларуси. Так само, нажаль, шерох членов Координационного Совета знаходятся за кратами. У турмах по обвиновачених политичного характера мы ведаем и Мария Колесникова, и Максим Знак, и Лилия Власова. Шерох членов Президуума Координационного Совета знаходятся за межой. Але это не дозволило, знов-таки, деорганизовать и працу самого Президуума. Мы протягуем дейничать, як члены Президуума, маючи полномодство от агульного складу Координационного Совета. Спадер Павел, скажите, а вот с яким чином вы можете тиснуть на владу и примушать их до диалогу с громадством, до диалогу об складании полномодства Александра Лукашенки и проведение новых выборов? Зразуменно, что это могут быть рознанно керункованные заходы, и такие заходы мы ожитивляем. Передусим, это организация на сегодняшний день, поддержка, худшее сказать, поддержка массовых акций, которые проходят на территории Беларуси. Мы не можем закликать до их проведения, особенно ты и члены Координационного Совета, которые находятся в Беларуси, бо это карается законодавством. Но мы абсолютно разумеем, что массовые акции протестов мают влияние на владу. То есть, что влада так само повинна реаговать и начинает реаговать. Может, это такие дробные, не совсем ты чакань, которые мы хотели бы, но все же такие не есть. Другое, это активное взаимодействие с международными институтами, международными организациями, такими, как ААН, АБСЕ, так само с Европейским Союзом, с лучшими Штатами Америки, с Канадой, с іншими державами света, у тем лику, из Российской Федерации, дзеле того, как яны выступили медиаторами, провели оценку реального стану речу у Беларуси и медиаторами по тому, как знайсти выход с этой складанной ситуации. Скажите, а что робится, как вызволить закрата у Мареи, у Колеснику, у Максима Знака, а так само от тех людей, которые опынулись закратами ранее, например, Виктора Бабареку и других, эти Координационные Рады устанут нечто сделать? Ну, зрозумело, что у нас нема полномостов ни правовых, ни прокурорских, ни следших. И давайте будем реалистами. Мы можем только тиснуть, только звертаться, только потребовать, выкористовывая наши махчимости у Беларуси, выкористовывая наши махчимости с международными партнерами. Моим методом является максимально организовать Президуум Координационного Совета, деля того, как уплывать на те процессы, які отбываются у нашей краине, внутри краины. Бо все ключи от выращения ситуации у Беларуси знаходятся минавито у Беларуси, у руках нас, беларусов. Так вот, наша головная мета – объеднаться, объедновываться далей, выходить и показывать, демонстровать свой подыход. Розными способами – пра страйки, пра агульные протесты, пра а организацию разностайных мероприемств у микрорайонных городах нашей краины, под подтримку акций, связанных с нашей исторической символикой. Это может быть шмат накерункованная деятельность, якая павинна отбываться у Беларуси. Як выглядают настрои сярод дипломатичного корпусу? Махчимы вы маець некие контакты сярод силовиков, сярод администрационной вертыкали? Як яны сябе пачуваюць удадзены ситуации? Як тянематам, скажем так, дезертырства? Як тянеморализованы, альбой на дворот яны сплатилися вакол Александра Лукашенки? Прыклад Министерства замежных справ заявляюцца доволе яскравным. Ведаем шерах послов, які заявили свою позицию, супраць гвалту, і были звольнены, позбавлены своих посадов, позбавлены дипломатичных рангов. Але мы маем приклады, коли на узровні старейших і молодшого складу дипломатов у нашей країны, які працують у центральному аппараті МЗС і замежой, так само дипломаты выказывали публично у социальных сетках свою позицию, дзенничали у акціях протесту, коли знаходжилися у отпочинках на територию Беларуси. Шерах з дипломатов беларуских заявили, катэгарычна незгоду, коли керувнікі установ давали им загады сфальсифіковаць выбары. І зараз Міністерство замежный справ пачало фактична чистку дипломатична складу МЗС. Я переконану, што дипломаты беларуска ўже не зможа праймаць якасных рашэнів, бо передусім яна не будзі мець контакту, непосредных контакт со своїми партнерами. Эфіктывнасть дзейнасті беларускай дипломаты ўжо пад велікім пытанням на працягу апошніх некалькіх гадов. Нажаль, на ключавые пасады ў знешній палітаце призначаліся людзі толькі па принципу лаяльнасті і мягкасті, калі яны не ініціявалі, не готовы былі быць актывными ў дипломаты. Тое, што адыходзіць шмат дипломатов зараз сістэмай Міністерства замежный справ, непасредна пауплывае на тых, хто застався працаваць. Худшай гэта будзе, не худшай, а ўжо фактична можна казаць пра итальянскі страйк ў беларускай дипломаты. І вось мінавіта, мы стаім на парозі масштабной стагнацій, экономікі, палітычнага жыцця. Што ў сёнішній дзень вы б маглі сказаць беларусам, які цяпер выходзіць на марш і протэсту? З якім бусловамі вы звернуліся да свайчынікав? Канешна, я гонаруся тым, што я беларусь. І што беларускі народ што яны вераць, мараць ў тое, што «Так, сёня тяжка, сёня складана, сёня трэба змагацца. Мы терпім. Данас применяюць адміністратывныя рішты, узбуджавець крымінальныя справы, выкидываць з країны. Але мы абудзіліся. Мы стали беларускай націй ў 21-м стагодзі. Мы вернули гэтае права, якое завоевалі наші дзяды і прадзяды з прадвеку на беларускай землі. Давайте ганарыцца гэтым, давайте змагацца за нашу перамогу. Мы павінны выходзіць і казаць, казаць сваё шырае, адкрытае, беларускай не парушэнням закона, не злачынствам, так будучай дэмакратычной Беларусі. Я навад сказаў ўчор аднаму з замежных дэпламатаў, Беларусь адродзіцца. І навад без ніякай асаблівай, фінансавай, ті іншай экономічной, і захадной падтрымкі. Мы ўстані адрадзіцца праспаўгода, прасгод, калі зменецца гэтая сістэма, гэтая улада. Бо мы вельмі таліновіты, мы вельмі креатывны. І мы доказалі, мінавіта апошнімі місяццамі, наколькі мы креатывны і таліновіты народ. Дякую вам, велики, за размову. І жыдаю паспіха. Дякую вам.